Девушки отдыхают 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 Побольше таких курьеров, конечно. Но я думаю, что скоро их будет очень много. Потому что фигурное катание получало развитие. А с усами, видите, смешной. Мужчина тоже. Молодцы. Молодцы сделали. Ну, конечно, это шоу. Конечно, прекрасное, интересное шоу. Смотрите, сзади сидят. Причем это все сзади сидят технические различные. Но это не технические бригады даже, а это, скорее всего, операторы, которые вводят данные в компьютер. То есть те, кто обеспечивает работу вот этой всей сложной цифровой инфраструктуры, которая необходима судьям и технической бригаде. Вот Елена Фомина, судья номер 4. Но не поменялась здесь бригада, я так понимаю. Она такая же, что и вчера. И вот мы видим там технический специалист Маурицу Маргалью, чемпион мира вместе с Барбарой Фузарполе. Вот он как раз, видите, на заднем плане, чуть-чуть выше сидит как раз над судьей номер 5 и над судьей номер 6. Судья номер 6 Кауру Токино. Александр, вот к тому, о чем вы говорили, интересно подумать о том, что вот японцы, да, смотрите, они турниры по фигурному катанию решили проводить и проводят этот командный кубок мира и даже обеспечили зрителей на трибунах, но при этом они в большинстве с двоем выступают против олимпийских игр в Токио, которые, да, должны были быть год назад, но тогда они не состоялись. МОК принял решение, что все-таки этим летом они пройдут в Японии, но большинство японцев против. То есть, с одной стороны, они готовы приходить на фигурное катание, смотреть и наслаждаться любимым видом спорта. С другой стороны, они не хотят, чтобы весь мир в условиях коронавируса, ехал к ним и... Вы знаете, Андрей, я абсолютно не знаю, можно и поддержать японцев, да, японскую федерацию, японские представители власти, потому что это, понимаете, видимая борьба, огромная борьба, в которой вкладываются большие средства в невидимую болезнь. Это самое неприятное, самое страшное, потому что, когда болезнь видимая, можно как-то ее избежать. А невидимая болезнь в течение зрительных мероприятий, когда очень много народа, скопление народа, все же передается воздушным путем, поэтому, конечно, они опасаются, что наплыв на Олимпиаду приезжают же миллионы болельщиков, миллионы, а без болельщиков что за Олимпиада? Даже в Древнем Риме, когда... Ну, скорее всего, скорее всего, все-таки въезд на территорию Японии для болельщиков со всего мира будет сильно ограничен, они еще будут принимать решения, как это будет происходить. Даже возможно, что это будет Олимпиада, в общем-то, так сказать, только для японских любителей спорта, ну, воочию, да? Ну, финансовые вложения в Олимпиаду какие-то, рекламы, это сувениры... Ну, поэтому мог и не мог уже отказываться дальше от... То есть, если бы мог вообще отказаться от проведения летней Олимпиады, это огромные, просто миллиарды, многомиллиардные потери. А потом, а вдруг... Какой, знаете, а вдруг... Сейчас мы говорим, что это затихает, а никто же не знает, что может быть дальше. Поэтому, конечно, они подстраховываются. Можно организовать все, и в конце концов... Ну, одно совершенно точно сейчас известно, что Олимпиада в Токио для спортсменов будет большим испытанием не с точки зрения спортивной борьбы, нет. Она будет большим испытанием, потому что они будут вот в этом пузыре находиться, да, теперь, как это принято говорить, в этом пузыре они будут находиться, и очень сильно будет ограничено перемещение спортсменов, тренеров, членов делегаций. Они будут жить в Олимпийской деревне, будет чистая зона, и выход за эту чистую зону будет очень сложным, и проверки будут постоянными. Поэтому, знаете как, там действительно в большинстве своем спортсмены будут заперты в четырех стенах. И определенное напряжение, постоянное, дневное напряжение, потому что проверять будут при входе, при выходе и самих соревнований. И что очень важно, вот если, например, в Стокгольме чемпионат мира по фигурному катанию прошел, но там Эриксон Глоп-Арена, мы все видели, огромное совершенно сооружение с тремя ледовыми площадками, с разминочными залами, со своим отелем. Оно дает возможность закрыть всех спортсменов вот на этой территории. Олимпиада, ну она не позволит такого сделать, потому что Олимпиада это множество событий, множество арен, это всегда географический разброс. Причем общение между спортсменами, праздник какие-то. Конечно, ну тут общения не будет. Дом российский, дом. Здесь же как, например, знаете, как здесь, да, в Осаке, то есть вот, например, сборная России живет на таком-то этаже, они поднимаются не по главной лестнице, там по черной лестнице, они поднимаются по той лестнице, с которой выделено, поднимаются только на свой этаж, они не могут ходить по другим этажам, то есть все очень-очень жестко в этом плане. И вообще лифты разные сделаются, там поднимаются на этажах. Ну там наверняка и лифты разные, конечно. Но все сделано, потому что разрешили зрители, значит там уже есть определенные ограничения. Разделение потоков, это сейчас главный принцип на всех больших крупных мероприятиях по всему миру, кроме некоторых стран, в числе которых Россия, мы в данном случае, можно сказать, чуточку свободнее, можно сказать, чуточку безалабернее, можно это сформулировать как мы бесстрашнее. Не знаю, это уже кто как решает для себя. Многие в мире кивают на Россию и говорят, а вот смотрите, у русских нет таких жестких правил, как сейчас, например, по всей Европе, и ничего страшного. А с другой стороны, другие утверждают совершенно обратное, что Россия идет по этому шведскому пути, и только через несколько лет Всемирная организация здравоохранения, проанализировав все данные, через несколько лет поймет, какой путь был правильным. Ну ладно, не будем об этом. У нас идет разминка, сейчас сходим на рекламную паузу, и затем уже начнутся произвольные программы танцевальных дуэтов. Эннаунсер просит фигуристов покинуть лед, и остается только канадская пара, Caroline Squiss и Shane Ferruz. А, с площадки уходят, вот японцы первые покинули лед, Мисата Каманцубара, Тим Калета, и Аделина Галявиева и Луи Тойрон, французские танцевальные дуэты. Ну после режима танца они шестое место занимают, последние, к сожалению. Так они поэтому сейчас и открывают? Да, поэтому они и открывают, да. Не, конечно, канадская команда была бы значительно более конкурентоспособной, если приехала, например, спортивная пара Кистен Муртауэр с Майклом Маринаро, если приехали бы Пайпер Гиллис с Пол Пурье, танцор и бронзовый призер Чемпионата мира. Но, по большому счету, канадцы решили проверить второй состав. Я, наверное, сейчас повторюсь, скажу, что это полиэлимпийский сезон, здесь много очень интересных вещей может быть, и когда-то не поймешь, не отгадаешь. Здесь же идет арифметика, идет игра с парами, с местами, и люди готовятся, конечно, к основному старту всех летия к олимпийским играм. Это основное. Ну вот Карлайен и Шейнов. Очень перспективная пара. Да, ну, не знаю, они будут, конечно, надеяться отобраться на олимпийские игры, но сложно им это будет сделать. Их произвольный танец под хиты Тома Джонса. Пара перспективная. Это пока не повидно, что они в ближайшем будущем ставят очень сильной конкуренцией. Как реберное катается, чисто ребрышки. Да, неплохая перспективная пара. Канадцы всегда отличаются от визуальной техникой, и вот чисто реберное катание. В общем, правильно стоит конек на льду. Ну что, от визуальной. Хорошо, вторая часть. Тоже стояние близкое. Да, как по правилам, две вытянутые руки между партнерами. Исключительно три четко исполнения. Третий уровень неплохо оценили Твизову партнером. Какой интересный переход, какой классный. Да, здесь партнер должен обладать открытой силой, физической. Такая поддержка сложная. Уже четыре элемента они показали в своем произвольном танце. Всего 9-10 элементов, в зависимости от того, какой вариант выбирают. Три коротких поддержки, или одна короткая, и одна длинная комбинированная, которая как бы из двух коротких состоит. Вот у них 9 элементов. Сейчас ровно половина программы у них идет. И дорожки шагов по кругу. Вот это как раз длинная поддержка. Обратите внимание. Вот видите, переход из паровоза в вращательную поддержку. Вот первая их поддержка, многие считают, что она тоже вращательная, потому что она же выглядела как вращение, но она на месте. И это называется стационарная поддержка. А вот вращательная, это обязательно с продвижением партнера по льду. Да, хиты, хиты на льду, да. Танцевальное комбинированное вращение они показали. И хореографическое дороже шагов. Три хореографических элемента появились по последним правилам танцоров в произвольном танце. Да, немножко этой паре не хватает танцевальных переходов интересных. Потому что так они катаются, в общем-то, параллельно неплохо. Но очень мало смен позиций интересных. Хореография очень неплохая, движение хорошее. Но хотелось бы сменную позиции разнообразную. Переходы, чтобы позиционные, к сожалению, не хватает. Лучка темп ставить к концу программы. Сдают темп. Очень много открытых позиций, конечно, это правило, что так или борт. Тут и у партнерши завернуты пятка наверх. Это не нравится. А как развернутая пятка наверх включить. Ну, пара перспективная, честно говоря. У них очень хорошая визуальная техника. И все будет зависеть, конечно, от программы. Вот, может, через год эту пару не узнать. То есть, возможности у них очень хорошие технически. Но программа, может быть, совершенно другая, может быть. То есть, я не поднимаю вас. Ну, так вот, если задуматься, почему они здесь. По большому счету за результат на национальном чемпионате в прошлом сезоне. Они тогда, год назад, до начала пандемии, завоевали бронзу. Впервые вообще в своей карьере завоевали бронзу национального первенства. И вот на чемпионат мира, понятное дело, они не могли поехать в этом году. Потому что у канадцев две пары. Ну, и здесь, видимо, поскольку ведущие пары отказались. Тренер здесь, Юрий Разгуляев, с ним занимается. Да, да, да. Это тоже шаг для них, такой очень правильный шаг. Юрий Разгуляев, который как раз и тренирует. Турвилдин тоже начинает. Ну, слушайте, я думаю, здесь... Ну, я просто говорю, из истории взять, что многие танцевальные пары... Не та история. Да, очень много открытых позиций. Конечно, танцевал бы хотелось, чтобы больше было таких сплетений с позиций, конечно, танцевальных. Очень много позиций рука в руке. Я прошу прощения, я был неправ, конечно. Я все время забываю вот этот бывший датский дуэт, теперь, который катается за Канаду. Конечно, три пары у канадцев в танцевальном турнире. Это помимо Гиллис Пурье и... 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 Мерджери... Ладжио и Захарелага. Да, и еще, конечно, Бедри Соренсен. Хороший дуэт, очень. Очень мне нравится, импонирует мне этот дуэт. Ну, не знаю, мне они больше нравились, когда они выступали за Данью. В этом... В этом была какая-то изюминка все-таки. Такая не фигурно-катательная страна и очень сильный танцевальный дуэт. И как-то у них был постоянный прогресс. А потом они уехали в Канаду, взяли паспорта, стали выступать за страну кленового листа. И такое ощущение, как будто бы им показалось, но теперь этот флаг их сам толкнет наверх. И того роста, который был до этого, не очень заметно. Ну, здесь, наверное, еще, может быть, финансово какое-то сложилось. Потому что федерация, может быть, за них платит деньги за лед, за аренду льда. Смешно, да, канадцы, конечно? Ну, каждая команда находит все свое танцы. И все это ставится здесь, мне кажется, да? То есть на чемпионате или привезли с собой. Или это заготовка домашняя. Но эти флажки точно привезли с Канады. Нет, конечно, они что-то везут с собой, но японцы со своими веерами, на которых наклеены фотографии ребенка и взрослого спортсмена, даже тренеров наклеили. Это все заранее придумано, продумано и сделано. Но, конечно, большинство номеров ставятся прямо здесь, в Kiss and Cry. Теперь на льду Мисата Каматсубара, Тим Калета. Танцевальный дуэт, выступающий за Японию, тренирующийся в Монреале, в той группе, где собрана практически половина танцевального мира сегодняшнего. Ну, мы же считали, из 20 танцевальных дуэтов, которые вышли в произвольный танец на Чемпионате мира в Стокгольме, 9 тренируются у Марии Франс Дуброя, Патрис Лазона и Романа Хагенауэра. Да, спортсмены меняются, а школы остаются. Японцы не исключение. Вращение. Хорошая центровка в паре. И довольно хороший темп вращения. С прыжком сделать. Это, конечно, зря. Вот интересный сейчас переход был. О, это слегка. Поддержка. Поддержка. Дальше шагов параллельно, чистенько. Вот вариант поддержки. Там много таких вариантов. Вы видели? Это новый интересный вариант. Вот танец подхватили зрители правильно, абсолютно верно, рациональный. И сейчас привели его аплодисменты из зала. Это, кстати, очень оригинальная задумка. История любви, восполнение Эмиля Матье, знаменитую музыкальную тему. Они разбивают вот этим нежным, легким вальсом. Вот про эти позиции говорят. танцевальную позицию, сейчас они дорожка в позициях, это конечно же смоция, это одно из требований чтобы пара каталогов на танцевальную позицию действительно вальс такой как влюбленность такой легкий воздушный вальс, это опять песня о любви и великая конечно великая песня французская история любви немножко бросает ноги, амплитуда свободы ноги не имеет ограничений, хотелось бы чтобы она под музыку было ограничение амплитуды, не бросать ну и конечно развернутая опять нога, пятка наверху это как-то плохо смотрится ну классно, хорошо, такая история людей которая им подходит мы сейчас посмотрели маленький спектакль история двух влюбленных замечательная слушательная музыка слушательная музыка, я бы сказал для фигурного катания, хорошо слушаться на льду вот как результат, видите, как зрители поддерживают своих спортсменов, свою пару достойное выступление, очень достойное у них танцевальные позиции были и лирика была и средняя часть, была быстрая часть была неплохая скорость и мне понравились конечно позиции очень много смен позиций танцевальных что это отделяет эту пару от предыдущих которая каталась, канадский дуэт очень национальный партнер даже в некоторых местах, мне кажется оперировал партнершу был более выгодно, выглядел очень национальный чувство пары с душой откатала программу она была более такая напряженная да, но это дало свой результат чисто откатали программу без явных ошибок ну зато она в коротком танце в ритм танца была весьма эмоциональна и очень хорошо гармонировала с музыкой в ритм танца все очень воздушно, руки хорошие хореография вообще такой партнер надежный, я хотел сказать что он очень надежно стоит на коньке и это позволяет партнерше надежно находиться в таких сложных позициях как мы видели в этой поддержке вот это очень интересная, очень интересная поддержка довольно сложная, амплитудно сложная и чисто по механике сложная программа им это очень идет потому что отчасти программа про них они в пару встали в шестнадцатом году в семнадцатом году они поженились и а до этого они катались за разные страны ну вот Тим Калетто он выступал с Юры Мин за Корею и они тренировались в Москве даже некоторое время а Мисата Камуцубара за Италию с Андреа Фабри каталась ну вот с 2016 года они вместе и представляют теперь уже Японию может создаться впечатление что Мисата Камуцубара она родилась где-нибудь в Северной Америке мы знаем много таких случаев когда спортсмены по крови начинают выступать за флаг родителей за страну родителей но на самом деле Мисата она родилась в Японии она коренная японка хотя гражданство спортивное у нее было разное вот обратите внимание на левый верь вот посмотрите там какое количество портретиков вот справа Кэти Рид известная тоже да фигуристка с братом они катались кстати между прочим Катерит Крис Рид они по-моему рекордсмены Кубка Мира больше всех они раз принимали участие в нем а вот такое количество портретов объясняется очень просто у них 11 тренеров и они всех этих специалистов пишут в официальных протоколах никого не забывают 11 специалистов в их команде представляете очень приятно когда спортсмены благодаря тренеров да причем всех тренеров помогали это был бы Кисен Край который просто полных людей полных специалистов такого конечно никогда не было и не будет Аделина Голявиева Луи Турон французский танцевальный дуэт Аделина родом из Казани Луи Турон до нее катался с Анжеликой Абачкиной Топар распалась образовалась вот это вместе они три года уже выступают Какая интересная поддержка Ой, сложная еще очень сложная это действительно сложная это можно сказать находка очень интересная в городе в Казани Очень хороший контроль над визлах был. Очень хорошей скоростью пара, очень хорошее продвижение. Очень хорошо работают колени, очень хорошо, мягкие, пружинистые, чистые дуги. Вот позиция, танцевальная позиция, как смен позиция. Все время рядом друг с другом, это очень ценится в танцах. Потому что в открытых позициях рука в руке катаются парники. Хотя стали использовать сейчас тоже танцевальные позиции, что украшает их программы. Очень хороший динамик в вращении. Парники могут позавидовать. Звучит музыка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Очень хорошо колени работают. Дорожка показалась сейчас параллельно. Очень мягкие переходы. Благодаря этим коленям они очень чисто делают дуги. Чистые ребра. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Угу. Голос треянутся же. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ух, выдох. Программа «Трогать». Вот, вы знаете, трогает глубины души. Очень хорошая постановка, музыкальная, считание музыки, движения, частей программы, где часть взрывается, резкая, начинаешь немножко думать по-другому, но остаешься в том же напряжении, которым был в начале программы. Вот мне очень нравятся такие программы, импонируют, которые заставляют тебя думать. Вот смотришь на фигуристов, забываешь о скольжении. Это потом начинаешь вспоминать, когда они катали. Повторы будут, мы посмотрим. Судьи, конечно, следят больше за скольжением, за техникой. А вот как зритель, да, я посмотрел, у меня очень программа, умная программа, знаете, она очень умная. То есть от начала до конца думали, что, как будет выглядеть, под какую музыку, какие движения. Очень понравился у меня партнёра. Свобода нога, развернута, как в балете. Вот так, очень культурная пара. Я бы сказал, так культурная. Ничего лишнего в этой программе не было. Всё как так вот, с изюминками, очень чисто аккуратно. Ну, они взяли драматургию с известным сюжетом. Это кинофильм, музыка к фильму «Парфюмер». И всем прекрасная, известная история. И её постарались передать вот этими вот ледовыми инструментами, ледовыми возможностями. Тренер, что даже крик мы говорим в программу. Ну, Барбара всегда. Держать или там стоять, докатать, вести не опускать. Она настолько громкая, настолько яркая, что, когда катаются её ученики, Барбару из-за бортика всё равно видно. Она всегда проявляет себя... Да мелочи, брови, лица, да, мимика. Конечно, конечно. Это дорогого стоит такая программа. Видно работа и хореограф, и всей команды видно. 24 года Аделине, 25 лет Луи. Я уже сказал, что она родом из Казани. Он парижанин. Тренировались они у Анжелеки Крыловой. Ну, вот последний год проводят вместе, в сотрудничестве с Барбарой Фузарполи. Чемпионки мира с Маурицией Маргалью. Её партнёр, который много настрадался, катаясь с ней в паре. Её партнёр сейчас судит. Не просто судит, а он является центром технической бригады. Прокурор. Практически. Вот. Я думаю, что Анжелике Крылову много дала этой паре, конечно. Очень много. Видна такая русская уверенная школа. Скатание, скольжение, рёберности. Видно, потому что Анжелика Крылова, чемпионка мира. С Олегом Осяникомом. Да, со Осяникомом, да. Они классно катались, техническая пара была. Она много передала этой паре, поэтому вот я вижу по коньку, что здесь есть русский след. Ой, как мне нравится это платье. Как это безумно интересно. Такой кан-кан. Молин руж сзади. Руж вчера как раз отбили. И повар, французские повара с поварюшкой. Вот. Сейчас, думаю, приедут во Францию, а там, значит, у них будет французская кухня. Вот говоришь, что это Молин руж, Молин руж, да. Кан-кан. Тац, танц, 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 танц. Точно, я сказал, Кан-кан, угадал. Но этот французский. Ты что, что-то угадывает-то? Ну, Аделина была вчера самой активной в группе поддержки французской сборной. Да. 106-58. Радуются они тому, что на 3 балла они, по-моему, улучшают свой недавний результат с чемпионата мира. Очень хорошо по технике прошли. Вообще было видно, что они настроились очень и очень хорошо. И катили очень хорошо для себя. Единственное, там блок на одной ноге, по-моему, у них так и остался вторым уровнем сложности. 2-2. У нее второй, у него второй. Это как, Андрей, в каждой шутке из доли правды. Сзади шутка, а впереди правда. Ну, вот теперь уже... Да, развязка, развязка в танцевальном турнире. Да. Некому, некому было отдать ключи, либо ключи, чехлы. Чехлы, да, там есть специальный человек, наверное, который принимает... Нет, ну, обычно тренеры помогают. Не имеет права, не имеет права не передавать, не держать вещи никакие в руках. Ладно, смотрим. Да. Вторая разминка, три пары, очень сильные пары. Кэтрин Хавай и Жан-Лук Бейкер. Шарлен Гиньяр, Марко Фабри. И... Чемпионы мира. 21-го года. Чемпионы Европы 20-го года. Пара, вторая пара после Тессы Верчи Скотта Мойра, которая обыграла французов Габриэла Попадакис и Гиом Сазерона. Это как раз Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Ну, это порядок выхода на лед. Американский дуэт, итальянцы и российская танцевальная пара. И вот обратите внимание, как все начинают разминку. Кто-то сразу раскатывается и начинает по отдельности разминаться. А вот американцы, например, сразу взяли за руки. Не хватит времени пройти часть всей программы. Нужно проверить связки, компоненты программы все. Очень ребята хорошо катаются. Очень дугообразные, я бы так сказал, вырыться, если можно. Очень чистые дуги, переходы, скобки делают. Видите, какие чистые троечки, скобки. Все очень по-школьному, то есть как выверено. Ну, вот как раз они показывают лишний раз, показывают блок на одной ноге. Как близкая позиция, почти все вплотную. Кэтлин Хаваек, Жан-Лук Бейкер, уже достаточно опытный дуэт. Ей 24, ему 27. Были чемпионами мира среди юниоров. Это было в 2014 году. Дебютировали на взрослом уровне, пробившись сборную в сезоне 17-18. И тогда выиграли турнир четырех континентов. Замыкают первую десятку на чемпионатах мира. Американцы, итальянцы у нас катаются очень давно вместе. Уже 11 сезон пошел их совместный. Бронзовые призеры чемпионата Европы 2019 года. Шарлен Гиньяр и Марко Фабри. Шарлен, она француженка, но уже очень-очень давно катается с Марко за Италию. Он родом из Милана. Это российский дуэт Синицын и Коцалапов. Да. Виктория Синицын, Никита Коцалапов. Встали в пару в 2014 году. Это был один из самых громких обсуждаемых переходов. Но в итоге это решение привело их к победе на чемпионате мира. Браво, ребята. Ну, теперь новый старт. Новые задачи. И так ситуация на данный момент. Ситуация не в танцевальном турнире, а ситуация в общем зачете. 61 балл у России. 60 баллов у японцев и 56 у американцев. Как все быстро поменялось, да, у нас с вами. Да, тем интересен чемпионат команды, что до конца не знаешь, кто будет на каких местах. Но у японцев сейчас 60 баллов, потому что американцы вот как раз на льду. Понимаем, да? Поэтому сейчас, конечно, ситуация изменится. Идет борьба за победу. И борьба в том числе и здесь в танцевальном турнире. Идет борьба за победу. Вот они как раз начали с блока на одной ноге. Неплохо сделали. Третий уровень должны получить точно. Да, смотрите, третий. Партнеры, партнерши. Какая поддержка. Легко смотрится. Какая воздушная. Четко. Первая часть, видишь, вторая, смотрим. Нет, были просто... Это часть. Вторая. Вот и это, видишь, серия. Да, легко, непринужденная серия Твизла была исполнена. Поддержка в четвертом уровне. Там, на самом деле, Твизла под пересмотр, скорее всего, пойдет. Да, видите, им третьим утром уровнем засчитывают. Мне все понравилось судьям. И еще будут пересматривать технические бригады. Это часть. Твизл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой переход интересный из прыжка. Партнер ждал сложную позицию. Вариантов этой поддержки очень много. Вот такой необычный захват на эту поддержку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танцор начинает делать вращения, живут парни, заведую таким обращением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это сложно, очень сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подустал партнер, кстати. Я хотела время портажа рассказать, уже не просмотрим. Немножко предустал к концу программы. Последняя поддержка он так еле-еле сделал в вращении, которая была поддержка. Вот видно, что он устал, много сил. Вначале программы отдал, она была очень национальная. Ну и партнер же, конечно, у него все-таки крутноватый для него, я так считаю, по весу, через физические возможности. Вот, поэтому, конечно, ему было тяжело исполнять все поддержки. Хотя вот поддержка, когда он встает ему коньком, на бедро, была исполнена очень легко. Он совершенно легко ее сделал. В конце немножко подустал. Ну, видно, что он устал. А так программа, конечно, очень интересная. Опять тренеры позаботят, чтобы она была полноценная. От начала до конца, что у меня было пустых мест. Она так смотрелась полноценно. Официально у них рост, у него 170, у нее 160. На самом деле. По идее, что у нее 170, у него 160 похоже. Да, и тогда так сказывается, такое складывается впечатление. Но я думаю, что примерно у них, знаете, где им там 164 у нее и 166, 167 у него. Да, конечно, там сантиметра три разница. Да. Просто они так, как в паспорте заменяют. Год рождения, конечно, прибавили. Но пара, конечно, которая обладает сильным коньком и своим собственным стилем. Идет им эта музыка, которую они выбрали. Они взяли ремикс знаменитого сингла от Блонди. Сингл, который вышел, хит вышел в 1978 году. И при том, что Блонди это была американская рок-группа, панк-рок. Они были пионеры новой волны, пионеры панк-рока. Но вот именно эта песня от «В глаз», она была в стиле диско. Тогда очень модном, только-только зародившемся и взвеневшем в 70-е по всему миру. И вот именно этот хит в стиле диско, он, конечно, порвал все чарты по всему миру и стал визитной карточкой группы Блонди. А затем уже в нашем веке, в нашем десятилетии, ну, недавно это было, Филипп Глаз сделал ремикс этой знаменитой песни, взяв восхитительный вокал Дебби Харри с солисткой группой Блонди. Кстати, очень любопытно, что группа в начале 80-х распалась, а в 2007-м собралась... Нет, не в 2007-м, в 97-м, в 97-м собралась вновь и выступает до сих пор. И вот этот вот такой звенящий хрустальный вокал очень подходит их хрустальному скольжению. Кэтлин Хавайек, Жан-Лук Бейкер, чемпионы Мирс-юниоров и чемпионы турнира четырех континентов. Опять Эври Бадди. Младшие спортсмены благодарят всех, кто им помогал, кто смотрел, зрителей. Они тренировались достаточно долго у Анжелики Крылова и Пускуали Камерленга, когда те работали вместе. И Наталья Деллер была, опять же, их наставником. Но вот последние годы они у Мари Фрэнс Дубровой потрясла зона в Монреале. Дайте-ка, дайте-ка, мое лицо, я сейчас хочу сам себе показать. Классно, да, вот это здорово? Ну, он вчера отжигал, конечно, здесь в Kiss'n'Cry, в маске Спанч Боба. Был восхитителен и практически неузнаваем. Вот сегодня ты подустал происходит. Сегодня подустал, конечно, напрыгался вчера. В конце буквально, за несколько секунд до конца, за 20, мне завидно, что он был устал. Ну что? 110, да, ну конечно. Ну там были, на самом деле, у судей вопросы к их катанию. И Твизла в итоге не четвертого уровня, а третьего. Это имеет значение. И одну поддержку, как раз провозку им третьим уровнем сложные пости поставили. Поэтому сумма на три балла меньше, нежели в Стокгольме. Ну а теперь еще один яркий, самобытный танцевальный дуэт. Да, можно сказать, что судьи справедливо судят показ. Смотрим, без справедливой оценки, абсолютно справедливо. Барбара Фазарполи, Роберто Пелицело, тренеры. Так. Как мне эта пара нравится в своей стабильности. Сколько мы комментируем, да, это выступление. Я ни разу не видел срыву в этой паре, ни один раз. Очень стабильная пара. Он сильный одиночник в прошлом. До долгого времени катался в одиночном катании. Даже занимал неплохие места в пятом чемпионате Италии в одиночном катании. Поэтому исказывается в его танцевальной биографии. Очень стабильное катание. Ну и по коньку видно, что он еще не стоит на льду. Поэтому партнер же подстать ему. Ну и вместе они уже один с этой сезон. Ну, конечно, это уже скатанная пара. Ну, такое вращение шикарное, да? Угу. Он понял, позиция очень хорошая. Вот волчок, парный волчок. Не все парники так делают. Такой темпе, такой динамике, с такой статистикой. Очень четкое исполнение. Причем всегда они исполняют его. Статистика стопроцентная. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Да, прокат восхитительный, но, честно говоря, заставил чуточку понервничать, потому что они уступали своему графику стокгольмскому. КОНЕЦ Тут еще и проблемы с костюмом возникли, но ребята вообще не дали понять, что что-то такое случилось, что заставляет их нервничать. Все равно одухотворен, все равно это от души. Вика молодец, Вика молодец, вообще никак, ни взглядом, ни какой-то нервозностью, ничем не показала, что она занервничала. А она занервничала, потому что когда у тебя расходится молния на платье, ты не знаешь никогда, что будет дальше. И мы помним, как французы в итоге проиграли Олимпиаду, но не только потому, что были проблемы с костюмом у Габриэлы. Конечно, канадцы были великолепны, но в том числе и из-за расстегнувшегося платья у Габриэлы это сильно очень сразу отняло у них баллы. Александр Жулин, браво, прекрасная работа. Браво ребятам тоже, тяжелый очень был год, очень много соревнований, чемпиона мира выиграли, тоже было нелегко. Программа душевная, они, кажется, немножко подустали, видно было, что подустали чуть-чуть. Катались немножко напряженно. Ну, потому что не было... Но с душой, понимаете, вот как... Ну, на разрыв ауру. Вы знаете, вот то, что мы видели у итальянцев, то же самое, конечно, есть у Вики с Никитой. Это та химия партнера и партнерши, мужчины и женщины. Завораживает, завораживает. И вот эта химия, это взаимоотношение в паре. Такой невидимый магнит, который притягивает зрителей, притягивает судей. То есть ты этому веришь, ты веришь... Ну, посмотрите, эмоциональная поддержка. Но там тяжело. Видели, как тяжело вошли в эту поддержку, да? Да, немножко. Ну, потому что три недели назад они были на просто высочайшем пике своей формы. И они вот как раз говорили об этом в интервью мне. Прекрасно мы с ними провели полтора часа в совершенно в таком свободном общении. Они звенели от этой формы. Здесь уже не так. Здесь они сходят с пика. Они так командуют. Нет, конечно, конечно. То есть спортивный героизм. Конечно. То есть спортивный героизм. И это первый момент. И второй момент, вы знаете, вот там момент у них есть в программе, где они перед судьями прям вплотную стоят к судейскому борту. И потом дальше начинается у них хореографическая вот эта вот дорожка от них. И они признали, что в Стокгольме в этот момент Вика что-то сказала. Вика что-то сказала Никите. То есть она настолько себя чувствовала свободно в том прокате, что даже сказала определенные слова Никите. Никит говорит, я обомлел, когда я вдруг от нее это отчетливо услышал. Причем совершенно не задыхаясь, она их произнесла. Вот такой был потрясающий прокат в Стокгольме. Да, они чуточку уступают тому результату, но все равно они первые. Они чемпионы мира 2021 года. Так, у нас там Саша Голямов может держать сразу двоих в поддержке. И Щербакову, и Мишину. Ему так легче равновесие держать, когда на двух плечах. На одном сложнее, конечно. Вот результат. 130, 124, 110, 106 и 197. Вот такие результаты с овальных дуэтов. Ну что же, японцы получают 8 баллов, американцы 10 баллов, русские получают 12 баллов. И сейчас нам покажут таблицу командного зачета, который продолжает возглавлять сборная команды России. Так, 73, 66 и 60. 7 баллов, уже отрыв большой, отрыв очень. Да, но не будем забывать, что сегодня соревнования одиночников. И вот там как раз в одиночном мужском катании и американцы... Man-free program. Man-free program, да. И американцы, и японцы могут очень серьезно подобраться к российской команде. Да, завязочка получается очень интересная. Дальше идет вход математика, арифметика. Уже надо считать. Ну, во-первых, у нас сейчас будет потрясающе совершенно, я думаю, финал мужского одиночного катания. Потому что то, что показывают Ханю и Нейтан Чен, это великолепно. И Михаил Коля, да, продолжает быть в прекрасной форме. Ну, а мы с вами наслаждались танцами на льду, наслаждались искренне. И большое спасибо спортсменам за прекрасные прокаты сегодняшние. Праздник, праздник. Да, праздник настоящий. С вами были Александр Байчук, Андрей Журанков. Ну, а впереди у нас еще мужская произвольная программа. Да, спасибо большое за внимание. Оставайтесь на канале Евроспорт. Любите Евроспорт и обожайте фигурное катание, как обожаем мы его, Андрей, с вами. Да, как мы его любим. Счастливо. Счастливо.